Всех с наступающим. Ну пока видео у меня. Привет зритель. Добро пожаловать на Рам Клаб. Здесь снова Давид, Евгений. Очередные съемки. У нас сегодня интересные виски. У нас всегда интересные виски. Виски, которые так просто не попробуешь. Ну в общем-то это Рам Клаб. Будет интересно. Я расскажу чуть попозже, почему его так просто не попробуешь, но... Расскажи сейчас. Пару слов по поводу вообще Мосборн. У нас, кстати, мы же рассматривали. Да, но другой. Как его немного осталось. Это вот это? Это да, мы рассматривали. Можно посмотреть наш обзор и можно прочекать, Сколько там осталось в конце обзора? Сделайте свое домашнее задание. Все на пробу. И напишите в комментарии, вот это соответствует или нет. Ладно, не будем смущать Евгения. Пару слов по поводу Мосборна. Что они делают, значит, вот эти всякие винтажи. Это не самая такая базовая версия. То, что они выпускают у них есть более простые. Но есть вот эти винтажи. И эти винтажи, они подразумевают с тем, что это, во-первых, ограниченные выпуски. Эти blend, несколько бочек, но он очень будет лимитированный. Здесь, по-моему, кстати, нету тиража, не написано. Можешь поискать, может и есть, я не знаю. Но суть в том, что они пытаются вывести, скажем, на рынок и дать попробовать людям такие производства, которые ты так просто не купишь в магазинах. Дело в том, что, например, у нас сегодня Glentohers. Так называется этот виски. Я даже не слышал никаких ранее. Вот, в этом-то и дело, да. Я думаю, что этот виски может быть в плане хотя бы названия более интересным, наверное, для людей, которые более такие искушенные, уже что-то смотрят, что-то такое вот... Совсем необычное. Ну да, может быть, да. То, что реально ты так не достанешь. А не достанешь-то это потому, что весь виски, который производит Glentohers, уходит, в принципе, в blend и Ballantines. Вот так вот. Да, но это не значит, что это равно Ballantines, потому что Ballantines, как мы знаем, это blend, и они закупают очень много с разных производств. Виски просто, да, я делаю свои вот эти знаменитые бренды. Ну, наверное, производство совсем небольшое. А у Glentohers? Да. У них очень даже вполне себе большое. У них 3,4 миллиона литров. Это, по-моему, прошлый... Не, уже позапрошлый год данный. Это довольно много, да, если в сравнении, скажем... Ну, да, это не Glent, это самое... Не Glenfiddich. Не Glenfiddich, это, да, не Glenlivet какой-нибудь, не Macala, но, тем не менее, очень большое, в принципе, производство. И все прямо вот... И все, полностью все-все-все, да, уходит, в принципе, продается, именно уходят купажи для этого самого Ballantines, да. Единственный вариант, как можно достать Glentohers, это именно через негациант. И один из этих вариантов, как раз у нас сегодня на столе, именно от Mossborne бренда. И здесь у нас 10-летний, не старый. Но это еще одна особенность, что они хотят донести, что они как раз представляют на рынок не очень сильно выдержанные. Ну, не встретишь там особо 20 лет плюс и так далее. Хотя сейчас у них вот-вот вышел Springbank из 22 года, по-моему, или 23 даже. Но это, скорее, исключение из правил. Основной фокус у них всегда был, в принципе, да, вот там 9-10, вот у нас Ben Rines 11 лет, то есть в этом диапазоне выдержки не остаются. И выдерживают они в бурбоновых бочках только, традиционно. То есть они не берут какие-то бочки типа Херес, или там Мадейры и так далее. Суть в том, что да, чтобы именно показать максимально традиционный сам характер, вот, аутентичность каждого производства. В бурбоновые бочки, потом все в Glent. Да. Поэтому только через негациантов можно, в принципе, и сегодня попробовать этот бренд. Поэтому его не так много ты и найдешь, в принципе, на рынке. Но мы нашли. Мы нашли, да. В плане, вот, кстати, если соотнести масштаб, да, ну, там, про Glent. Идик, например, заговорили и так далее, вот у них 3-4 миллиона литров они производят. Пару лет обратно данные, которые были, по крайней мере. Это много, да. Потому что, например, тот же самый Oban, например, они до миллиона не доходят. Да. То есть 3-4 это очень-очень много. Но в сравнении, например, с брендом Balentimes, как ты думаешь, сколько вообще сам бренд как таковой? Сколько они производят суммарно? Я вот 10. 10. 10. Это 3-4. Это 3-4. Нет, 70. 70? Миллионов литров? Да, почти 70 миллионов. 70 миллионов литров? Да, да, да. Почти 70 миллионов литров они производят каждый год. Мы можем... Это тоже по тем же данным 2 года обратно. Это где... То есть, вот, по такой математике, если 3-4... Да, я... Идет в этот бенд... Вот на презентации, я когда рассказывал, тоже, и там, блин, Glent O'Huerts, как раз этот же вариант и соотношение реально, если поставить, то это, ну, грубо говоря, 1 к 20. Ну, да, да, да. То есть, у тебя получается целое производство. Оно, кстати, принадлежит Пернорикард. Да, они же, собственно, и владеют этим брендом, Беллантаймс. Так что это полностью их производство. И все. То есть, отдельно, чисто, там, от дистиллерии, да, они, как бы, могут продавать определенные, там, бочки, да, негациантные, как бы так. Но это... Это очень-очень... 5 процентов? Очень маленький, да. Там вообще... На 5 процентов вообще похер что-то залил, да. Да. Но я не думаю, что это 5 процентов может сильно там повлиять на... Вообще что? Ну, поэтому-то и... Просто объем. Поэтому-то и есть, да, что я говорю, что Глинт Охерс, это не равно... Беллантаймс, да. А Беллантаймс не равно... Глинт Охерс. Логика на рамплане. Потому что реально, да, очень капля в море получается. Ну, аромат у него прикольный, такой солененький, дымчатый. Довольно насыщенный. А эти самые печеные яблоки. Реально печеные, сочные яблоки. По-моему, невозможно. Очень даже возможно. Такие, знаешь, они... Он запекся, и внутри мякоть, она такая больше сладкая уже. Так. А корочка, она карамелизировалась. Да. Но немножко с такой кислинкой еще вот осталось. Но только корочка, кожура. Я себе, ты, это, включил фантазию. Это у нас, кстати, розлив 2008 года. И в 2018 он, соответственно... 18, точнее, правильнее сказать, розлив. А дистиллят это 2008 года. Что ты вообще... Как была твоя жизнь, как она развивалась? На каком тренде была 2008? Да и 14 лет назад. Да. Я уволился с МВД. Ты уволился с МВД? Да. Ты я был с МВД? Да. Ну, в министерстве с институтой. Ну, так получилось. Понятно, да. Вот. Это какая-то причина была? Не, ну, вся эта погонная хуйта, это не для меня. Тебя подставили. Нет, дело не в этом. Просто все это иерархия, это вообще, мне нет, вообще не интересно. Говно это все. Иерархия это говно. Ну, именно вот эти все погоны, вот эта вся херня. Погоны и погони. Да, там мотятся всякие. Ну, не то чтобы дедовщины, но вот эти всякие старые, которые еще даже постсоветского времени, из советского времени, которые вот эти передались, они же никуда не уходят, они же процесс длинный, пока это все исчезает. Пока поколения заканчивают работать, уходят на пенсию, потом исчезают, кто-то другой заменяет. А вот пока есть вот эти старперы, и еще есть какие-то молодые, которые перенимают эти обычаи, эти традиции и так далее. Ну, это... Преемственность? Это бред. Это бред. Ты что там делал? Ничего. Лички выпивал, глотал зубами. Хватал зубами лички на погоны и выпивал граненый стакан водки. Бред. Итак, 2008 год у Давида был интересным. Да, но это я уже ушел бы, 2008 год. Вот. У нас здесь 46 градусов, и он не проходил холодной фильтрации, и, соответственно, не подкрашен. Ну, и по цвету, в общем-то, это и видно, что он в бокале так совсем, он очень глинненько выглядит. Вот такой вот у нас выпуск. У нас здесь, да, был прошлый, у нас был Ben Rines. Кстати, что Ben Rines, что Glintohers, это оба производства, из-за региона Speyside. Ну, да. Ну, да, и здесь у нас был 11 лет, седьмого года дистиллят, и тоже в восемнадцатом году розливов был. Ну, мы Ben Rines, да вроде нормально пошел. Да, нормально пошел вообще. Хорошо оценили. Не, оценили, да, вполне себе очень достойно. То есть, как бы. Но это хороший вариант реально попробовать вот эту дистиллерию, я считаю, потому что, да, у тебя нет ни фильтрации, ни подкрашенную, солидный градус. 46. Вещь, которую ты так просто не достанешь, не купишь. И у тебя здесь нету, как раз-таки здесь в плюс, можно сказать, для знакомства, что у тебя нету вот этой слишком большой вытяжки здесь. Потому что ты правильно как-то сказал, что со временем, конечно, бочка, она начинает все больше и больше, как бы, перенимает эту инициативу. Так оно и есть. Он не резкий совсем, он насыщенный и вроде, ну, нет такого, чтобы это в новом сезоне. Не, вообще не чувствую, если честно. Ну да, какой-то фрукт есть, вот груша слэш яблоко, пусть печеное. Ну вот печеное яблоко, вот прям точно, сто пудов. Я бы даже сказал, знаешь, какой-то типа ананас немножко, что ли, ну, с точки зрения вот кислинки и вот сладость вот такая вот, микс. Ну, растерял все навыки, я что-то, нет, это все. Ну, вот все сегодня мысли о другом. Потеря, да, растеряю. Сейчас вообще время интересное. Прямо сложно это для всех. Но! Не для Рамклаба. Нет. Для Рамклаба все только в город, все только лучше. Нет, я только чувствую вот, вот сейвари, опять же, соленость, пинчатость такую, да, какой-то джусь и фрукт, какой-то тут есть, яблоко, груша, но вот какие-то прямо утонченные, я пока вот ничего экзотического не нашел, никаких ананасов, например. На вкус реально сладкая груша, и вот она доминирует с таким солод, безусловно. Вот здесь отчетливо так чувствуется. Но он тоже такой немножко сладковатый, я бы даже сказал. Хочется сварки. Да. Но в целом мне очень нравится даже. Очень приятно. Хороший. По цене. Сидесят. Да, да, так оно и есть, в принципе, сегодня. Ну, сегодня уже, наверное, пожалуй, побольше будет. Ну, сегодня будет побольше. Да. Но если отталкиваться от каких-нибудь цен, которые там плюс-минус год обратно, то, в принципе, да, эти шестьдесят. Ну, разумно, да. Ты бы за шестьдесят взял сегодня. Что вообще ты можешь сегодня за шестьдесят взять? Смотря в какой валюте. За шестьдесят в России не так много можно взять. Там цены дикие. Ну, в России, да, сейчас все меньше и меньше вообще можно взять. И даже не за шестьдесят. Ну, да, там простые... Армянский коньяк, две звезды классические. Ну, это там все есть, но там есть и шотландские, конечно, виски. И не только шотландские, разные. Вы просто ценник, он может быть, ну, раза в полтора. Ценник просто пиздец, как вырастает. Ну, да, да. Потому что то, что там кидают, то, что люди, ну, всякие вот эти особенные, которые бегают по супермаркетам, эти цены фоткают. Ну, цен, да, очень пиздец, конечно. Ну, я бы не взял за шестьдесят евро, вот честно. Не взял бы. Не взял бы, не взял бы, нет, нет, нет. Может, я пересматриваю вообще свой... Свою жизнь? Свою жизнь, да. Свои траты, но не знаю. Что бы ты взял за место него в пределах... Шестьдесят? Да. Я бы взял... Я бы взял ром какой-нибудь ямайский. Апплтон какой-нибудь. Какой Апплтон можно взять за шестьдесят? А ты открыл Хамбен новый? Ну и все. Я не помню. Монгей? Да. О, мой гад. О, надо будет обязательно. Ну, этот потом, за камерой. Ну, что бы ты взял из виска? Вот ты говоришь, вот это нет, шестьдесят. Так, этот самый, сколько стоит? Чуть-чуть, по-моему, дороже, наверное, логоволин. Шестнадцать лет. О, не, логоволин, дружище, сейчас будет где-то 70-75. Не, по-моему, был раньше за шестьдесят пять. Ну, я помню, раньше, да. Раньше, да. Раньше много чего было. Блин, ну, что бы я взял? Раньше в МВД работал. Ну, да. Талискир десятка сколько стоит? Тут ты сто пудов укладываешься. Ну, где-то сорок пять у нас будет примерно. Ну, да. О, любой этот самый. То есть ты припасил? Что-то у меня сегодня разговоры говорят, это бардак вообще. Да, обычная ситуация, на самом деле. Угадаю-то, угадаю. Какой бренд виски, как называется он? Нет. Да, да. А, это, да. Но. Я думаю, не о нем. Я думал, который самый северный с Айлы. Ну, длинное такое название. Ну, как он? Брухладин? А, Бунахавен? Ты про Бунахавен? Да. Бунахавен. Ну, яркий. Ну, угадаю, он, наверное, повыше будет. Не 60, не вору, что-то. Нет. Нет, он тоже будет, да, где-то. Он примерно, наверное, в ценовой категории, как и 16-летний логоволин. Ну, Бунахавен, там есть какой-то, там тоже эти шатанские сложные названия. Я их не понял. Тот Нархам какой-то вот. Он, по-моему. Тот Нархам? Тот Нархам. Не, ну, там, да, дофига вот этих всяких. Это там длинное слово сложное. Я его не помню. Но он, наверное, будет в ценовой категории. В общем, все, что снимаете, все, что сайлы, если я в 60 уложусь, я лучше возьму вместо этого. Ну, окей. Женя смело отдает его в Blend Ballantimes. Угу. Ну, я, честно говоря, как бы тоже, если по чесноку, наверное, за 60 тоже, может быть, что-то другое выберу. Как виски. Он очень даже вполне неплохой. Не, не. И выберу я, наверное, просто что-то другое только из-за того, что есть еще какие-то более другие, лучшие варианты. Не потому, что это плохой виски, но просто есть, наверное, какие-то варианты поинтереснее, которые мне, например, самому тоже будут ближе. Сто процентов. Я просто думаю, что он overpriced из-за того, что ты из-за редкости. Да, да. Но все-таки само качество, если его убрать, там, сложно его достать легко, а просто оценить то, что в бутылке. Но я думаю, что он переоценил, ну, в цене слишком высоко. Просто такое, я бы думал бы, что он, не знаю, 40 евро, 45. Ну, это надо будет время, пока мы все перейдем на новые цены. Я это понимаю. Ну, нет, 40. 40 это все, это Glimfidic 12. Glimfidic 12, вот все. Он 29 должен стоить. Ну, максимум, пока раскупят, следующий уже будет за 40. По оценке, что ли? Говори. 73. Так скромненько? И да. И да. 73. Ну, нет, ну, я это 73, он неплохой. Опять же, я overpriced, я не люблю, когда overpriced теннис. Забей эфир, я подумаю. Что я делал в 2008 году? Где я был в 2008 году? Расскажи. Я был в Англии. Я учился в университете. На английском, наоборот? На английском, да. 2008 год был. Хороший год? Хороший год для меня был, да. У меня учился с чуваками в Мирс Терра. Так что, парень из Латвии был. Угу. С которым мы дружим сейчас здесь. Были интересные события с недвижимостью, но... А, ну, кризис был, да, конечно, кризис был. Ну, как бы, кризис. Но у нас другие интересы были. Я в банке не работал, поэтому... У нас были другие интересы в то время. Не, ну, куча людей тогда работу потеряли у меня. Просто, ну, в то время, в том возрасте, много моих друзей занимали, как бы, самые низкие позиции. Ты когда-то начинаешь свою карьеру, и когда кризис ударил, все убрали. Особенно, да, ну, банки эти. Я как раз изучал интернационную экономику финанс, и был очень разочарован банковским сектором, который безответственно выдавал кредиты, ипотеки, и тем самым загнал мир в финансовые кризисы. Многие люди по странам, и поэтому решил, что банки это не готовы. Вот, финансовые кризисы. Ну, правильно. Да. Вот такая вот история. Поэтому вот мы и здесь оказались. Да. И мы вот виски у нас. Да. А если бы работали виски финансовые, то это самое. У нас бы были здесь виски, знаешь, 200-300 евро. А так у нас 60. Да. Оценка моя будет, наверное, 76. Традиционно плюс 3 очка, наверное. Нам надо бомбануть что-нибудь такое. Сколько у тебя? 73. 73-76. Нам надо что-нибудь мощного рассмотреть. Извискарей? Мы все вот в одной категории, знаешь. Нам надо более волатильно, чтобы... Разброс? Да. Чтобы зритель не знал, как бы... Там, что у них там, 60 евро, 73 евро. Типа ХОП, один выпуск выходит, там Monkey Shoulder. Да. Ребята из супермаркета. Там раз Habitation Daily. Там следующий, там, не знаю, Middleton тот, вскрываем, да? Собака, как-то Ласси. Скотишь Ласси, или как-то здесь называется, с собакой. Да-да, Канадин там всякие есть. Да. Вот. Это, ну, вот люди смотрят футбол. Да, если футбол... Ну да, футбол, поэтому и довольно скучно смотреть. Там, 1-0, 2-1, Брошет. А что ты про футбол сейчас помнишь? Ну, просто ты когда смотришь матч футбольный, да? Ты же не... Ну, как бы нет, ну, там нет такого, что ты думаешь, вот, может ли быть 12-1, или, там, 34-7. Нет, таких штук нет. И поэтому... Тебе нравится, когда побольше, да, цифра? Нам надо, чтобы волатильность была, чтобы человек не знал, типа, может, сегодня будет сотка, может, 12, хуй знает. Чтобы подогревать, эксайтмент, любопытство. С одной стороны, да, ты прав, но с другой стороны, самим-то будет не очень прикольно, наверное, ласи-то пить. Не, ну, можем ласи-то попить. Рассмотреть-то... Мы что делаем? Мы зрителю оказываем услугу, сервис. Да. Мы пьем, чтобы ему не надо было... Тратить деньги. Да, и пить. Да. Бережем. То есть мы бережем и здоровье, и деньги, и время. Он видит на нижней полке ласи стоит. Ему интересно попробовать. Он говорит, может, я могу пить ласи и сэкономить, как бы, и жить с этим, с сознанием того, что я перешел на ласи. Да? Но он, как бы, переживает. Он думает, что социума мне скажет после этого? Что случится со своей репутацией? Я не могу ли я друзьям угощать ласи? Надо ли мне перелить ее в бутылку из-под глинрилета? Будут ли еще друзья у меня после этого? Он не знает. А так мы с тобой, Ласи, смотрели, все рассказали, как на духу. Вы уже ли человек может принять решение уже? Не беря на себя те риски. Ласи открываешь, а у тебя как на ютубе, знаешь, потом смотришь. У тебя стрелочка вверх или красная вниз пошла, да? Да, да, да. Показатель друзей у тебя сколько? Отписались? Да, вот. Ну, реальный, реальная жизнь. Так что, Ласи мы обязательно рассмотрим в следующий раз? Да. Нет, ложь. Ближе к зиме. Ложь. Когда вот инфляция будет совсем, и когда денег уже будет мало, мы тогда будем рассматривать Ласи. А выдаем это за то, что как будто мы это планировали. Как будто у нас все идет по плану. Видишь, как мы сейчас подготовили себе почву для понижения бюджета к зиме. Да. Да. Вот если бы я сейчас это не сказал, зрители бы даже не подумали. Хитро. Хитро. Ну так. Ну что, будем прощаться? Ну и с тобой. Все, ты уходишь. Да, все. Рейтинг там, красная стрелочка у нас. Ну, цельки дали, цену рассказали, все-все-все рассказали. Если, ну, нальют вам в гостях, то можно пить. А в магазине, наверное, можно поискать что-нибудь другого. Не, ну, точно, для меня он точно категория выше, чем всякие там, типа, Глинфидик 12, там, всякие Глинн Ливи, там, рядовые, 10, 12, 15. Ну да, повыше, повыше. Окей, повыше. Это как бы такое, да, уже. Но звезд здесь нет, конечно. Звезд нет. Это был Рамклаб, Давид, Евгений. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что вы вообще думаете о жизни в целом. И до следующего раза. Пока. 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 Продолжение следует...